Давайте посмотрим. Я проститутка из России. Расскажу все секреты. Бездос, апвоут. Вот это. Сейчас посмотрим. Я работаю проституткой в России. Расскажу все секреты. От наиужаснейших к наипрекраснейшим. Стоящие на точках. Бордельные и индивидуалки. На точках найти можно за вашим любимым ТЦ. За клубом на большой заправке. Бордельные живут в муравейнике под крылом сутенера. Он же их и рекламирует. Индивидуалки самый адекват. 40% клиентов женатики. Обычно встречи проводят в машине. Не стесняются светить детским креслом на заднем сидении. После встречи вылизывают языком сиденье, лишь бы жена не нашла предательский рыжий волос. Блин, это жестко, кстати. Вот уже жестко просто. Представите в чат, кто видел, кто видел проституток, стоящих на дороге. Вообще вот, ну, вы видели? Я, например, вот живу в Питере, в Купчино. Я видела. То есть до сих пор, мне кажется, там есть одна такая проститутка, которая до сих пор стоит на этой улице по ночам, по вечерам. И ждёт. Спасибо. Какой твой любимый бренд? Слушай, ну, просто есть бренды, которые мне нравятся, но которые я не могу себе позволить, да, по финансам. А так вообще мне нравится Adidas, допустим. То есть это бренд, который мне нравится, который мне нравится именно Adidas Originals. Особенно вот чисто брать. Вот. А так как бы, в принципе, больше таких прям ярких каких-то брендов нет. Ну, есть какие-то, которые мне тоже нравятся. Но вот Adidas, это прям one love. Прям вообще. Где-то видела в Купчаге. Она обычно стоит на Будапештской улице. На Будапештской улице. Недалеко там от зубной поликлиники, короче. Вот там. Не помню, как просто какой там номер дома, что там ещё рядом есть. Ну, в общем, вот там вот. Ты клиент, как под копирку, задаёт следующие вопросы. А какая постоянная нормальная работа? А ты местная? А чем дальше будешь... Он пишет Будапештская 71. Может быть, может быть. Не знаю, честно. Ты не мфоманка? При выезде всегда очень хочется, чтобы попался молодой лапочка. С ними приятно и весело, потому что в основном они ждут любви и нежности. А сами проявлять это готовы втрое больше. От них не хочется уходить. Покупая девушку, человек преследует одну из следующих целей. Получить любовь и ласку редко. Сделать то, что недоступно в браке. Грязные выражения, издевательства. Показать своё превосходство над кем-то. Могу купить, я царь. Интерес. Мечта любого мужика стать постоянным клиентом. Это как бюджетный вариант отношений, элитной дивы и дорогого папочки. Ну, кстати, чаще всего, мне кажется, у многих мужиков возникает именно интерес. У меня вот кто из знакомых парней вызывал себе проституток, им было просто интересно. Просто типа, просто попробовать вызвать. Просто попробовать что-то новое. Посмотреть, как это, что это. Ну, вот так вот. Постоянным стану, говорит с надеждой на радость девочки. Чувак, ты нахуй никому не нужен, клиенты всегда найдутся. Самые горячие дни, пятница и суббота. В эти дни можно как лошадь гоняться по всему городу без передышки, зашибая бабло с такой скоростью, что не успеваешь считать. Чем лучше работает девочка, тем меньше ей это нравится. Это закон, потому что чем виртуознее ты будешь исполнять свою работу, тем раньше это закончится. Открыв сумочку девочки, ты найдешь основной набор. Пачка презервативов, смазка, жвачка, мермистин, влажные салфетки. Девочку никогда не зовут так, как указано на сайте или как она представилась. Хоть это и работа, но она та еще грязь, и бросать свое имя в эту грязь не очень вкусно. У девочки всегда есть два комплекта белья, свое и рабочее. В своем гоняешь в свободное время, вызов натянула рабочая и побежала. После работы тут же обратно. Иногда охуеваешь с того, как люди могут сладко жить и как легко расстаются с большим баблом ради общества бабы. На вызове девочка будет всеми силами изображать, что ей безгранично заебись с тобой. Взаимность такого вида возбуждает, и снова, чем сильнее, тем быстрее это кончится. 99% проституток любого вида безотцовщина. Когда клиент лезет рукой полоскать у девочки, кроме, да что за хуйню ты там делаешь-то, блять, другой мысли не возникает. Потому что они реально делают какую-то хуйню. Иногда расценки могут повыситься прямо на встрече с клиентом, потому что всякому терпению есть своя цена. И бывает настолько противно, что даже большие деньги кажутся копейками. Со временем вырабатывается привычка отключаться во время процесса. Ни о чем не думать и ничего не чувствовать. В итоге неплохой кусок реальности тупо выпадает из жизни. И остаются лишь части, где у тебя есть деньги и ты в безопасности. Нам не нравится секс, нам нравятся деньги, которые можно за него получить. На сайтах с анкетами появился новый вид наеба. Парень звонит, девушка говорит, что работает по предоплате. Допустим, если за час 2к, то кусок он кидает на карту и остальное в руки по приезду. Наивный парень вносит предоплату, девочка кидает его в ЧС и исчезает в лучах заката. Проститутки любят скорострелов. Девочки с постоянными клиентами не пользуются духами. От секса запах другого человека въедается намертво. Жены это чувствуют. Чем меньше ты похож на проститутку, тем дороже ты можешь стоить. Офига, кстати, это логично. Реально. Так, если будет надушина, и он потом к жене придет, и от него будет прям пахнуть духами. Не целоваться в губы, дело понятное. Главное правило не смотреть в глаза, иначе восстанавливать психику будешь неделями. У каждой проститутки есть человек, с которым она просто спит в одной постели, без секса, предварительно отмывшись с кипятки. Поспать в обнимку намного круче, чем секс. Клиентам даются прозвища, например, Мохито, Мерседес, Барби, улица Урожайная, Леха. Хотя он не Леха. Второй часто встречающийся вид наеба. В анкете фотки одной девушки приезжает совершенно другая плюс 30 лет. Поэтому, если бы каждый раз, когда при звонке меня спрашивали, моя ли фотка в анкете, мне бы давали монетку, я могла бы вообще не работать. Со временем волосы превращаются в какой-то пиздец, потому что каждому недоумку надо обязательно залезть в них, ибо в порнухе видел. В проститутке никогда не попадется маньяк или извращенец. У маньяков и извращенцев нет денег на проституток. Все, что будет делать с проституткой клиент, это то, что он... Ну, да ладно. То есть, если человек извращенец, мне кажется, у него могут быть... Ну, в смысле, у человека с деньгами... Фу, человек с деньгами может быть извращенцем. Ну. ...в порнухе. Со временем наловчишься по голосу определять размер пуза. Каждый клиент свято верит в то, что ради него прекрасного девочка бросит это свое дело и будет одному ему верна. А со временем еще и деньги перестанет брать. Лайфхак. Длинные острые ногти освобождают тебя от обязанности самой надевать презерватив. Проституция – это один из немногих способов заработать на квартиру. Можно сказать, даже единственный. Она на тебе, а в ее голове – 3000, 3000, 3000. Некурящих проституток в природе не существует. Каждый третий будет предлагать выпить дунуть за компанию. Если с каждым соглашаться, до утра не доживешь. Хотя травка – хороший выход для тех, кто долго не может забыться, смириться с тем, что делает. Благодаря тому, что отказывает кратковременная память, можно вообще забыть, что за день было. Истории про избиение и издевательство – это про тех, кто на точках и на трассе. Они вообще будто на отшибе мира. Клиенты, можно сказать, не считают их за людей. Твоя цена – гарантия твоей безопасности. Иногда звонят кадры с «Извините, доебаться, а че так дорого?» Пытаются выбить скидку, якобы у нас так не берут. Кроме смеха ничего не вызывают. Пустой кошелек, дрочи в кулачок. Проститутки – один из самых чистоплотных видов женщин. Наверное, никто, кроме них, так часто не моется. Ну, разве что люди с расстройством. Если она согласна без защиты, беги не оглядываясь. У проституток, особенно у индивидуалок, зачастую совершенно нет подруг. Потому что лучшие друзья – это деньги. Большинство мужчин уродливы, очень уродливы. Вкус латекса держится на языке около 4 часов. Вкус мироместина – 5. Основные клиенты по времени суток. Первые – утренние стояки. Вторые – дневные мудаки. Жена отлучилась, обед на работе. Третьи – вечерние грустишки. Четвертые – ночные обдолбуши. Самое счастье, когда берут на ночь. Это охуеть, какие деньги, плюс зачастую комфортные условия. Работы в общей сложности часа полтора. А получаешь за нее втрое больше. Плюс часто это еда, вино. Есть особый вид клиентов, которые любят посидеть, посмотреть на девочку. Реально, сидит и смотрит. В глаза пытается заглянуть на верное. Совесть найти. Этими деньгами не хвастаются, но очень хочется. Просто долго не было, поэтому так быстро. Но вы оба знаете, что всегда так быстро. Постоянно спрашивают, зачем тебе такая работа? Это же ужасно. Первое – если это ужасно, то почему ты этим пользуешься? Второе – потому что я зарабатываю больше тебя. Но сначала оральный, а дальше посмотрим. Значит, что он надеется на то, что от вида его великолепного члена девочка сама не выдержит и запрыгнет, забыв про оплату. Каждый второй свято верит, что если плюнуть и хорошенько растереть, то девочка передумает насчет анала. Чаще всего они за что-то извиняются. Непонятно, за что их преследует чувство, будто они чем-то обидели девушку, которую купили. Для клиента главное не секс, а почувствовать, что он в нем кое-чего стоит. Проститутки ненавидят мужчин всем сердцем. Индивидуалками не интересуются стражи порядка. Притоны, стоянки – это бизнес, и с него можно рубить. А одиночка? Ну ездит она и ездит, хуй с ней. Рыжих берут чаще остальных. Если будет стоять выбор между охуенной брюнеткой и средней рыжей, 99% возьмут рыжую. Я вспомнила рыжую из Игры Престолов. Катя, ты помнишь, там такая рыжая была? Блин. Сразу прям. Это кто? Донатик? Мой последний донатик на сегодня. Спасибо большое. Хорошее настроение тебе, красотка. Спасибо огромное, спасибо. Да я на тебя свою молодость потратила, все тебе отдала из говна. Не-не-не, не Сансу, не Сансу, а которая работала проституткой там. Другую рыжую. Ты бишь, ненавижу рыжих, в последний момент выберу рыжую. Может быть, просто кому-то интересно рыжую взять, потому что, ну, рыжих, в принципе, да, их меньше гораздо. Из общей массы, если брать девушек, да, то брюнеток-блондинок будет больше, чем рыжих. И кому-то просто, может быть, хочется поэкспериментировать, не знаю. По-моему, у рыжих волосы на всем теле рыжие, если я не ошибаюсь. Ну, что-то мне кто-то говорил такой факт. Но я не знаю, как бы я не проверяла. Вот. Вспомнила, она такая неху... Да, 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 такая милфочка рыжая, да, да, да. Экзотика. Ну да, кто-то хочет там, не знаю, какую-нибудь там азиаточку. Ну, реально, то есть... У меня просто... Так как я в мужских компаниях очень часто, как бы, обитаю, то они при мне, как бы, обсуждают все подряд. И я слышала про многие мужские фантазии, которые они, как бы, хотят. И вот у многих именно какой-то есть интерес, вот, связанный с таким... С чем-то необычным, скажем так, вот. Ее шансы уйти в проституцию вырастают в разы. Чувство, что на тебя тратят баблище, и ты должна его отработать, это на всю жизнь. Часто жизненные цели девочки по вызову сводятся к тому, чтобы жить в комфорте и безопасности, сладко спать и вкусно кушать. То, чего я не доставала в детстве и юности. Часто приходится быть подарком на день рождения. Средний заработок за сутки в небольшом городе составляет 6-12к. Из этой профессии не уходят. Охренеть, прикиньте. Даже если девушка делает перерыв, она все равно возвращается к такому виду деятельности. Перед наступлением иммунитета, когда тебе станет все равно, будет переломный момент, когда захочется содрать кожу. То, что мужчина изменяет своей жене, только его дело, конечно. Но зачастую девочки стараются по максимуму оставить своих волос в ванной на одежде в машине. Так, чтобы предупредить. Однажды меня заказала леди. Я 2 часа лежала, обняв ее сзади, гладила волосы и целовала в макушку. Мы были счастливы. Любимая поза во время работы – Доги Стайл. Делать особенно ничего не нужно, изредка пищи и сексуально стой. Все закончится быстро и при минимальном контакте с клиентом. В проститутах заказывают мужчины с примерно похожими причиндалами. Особенное сходство в размерах, чуть ниже среднего. За анальный секс можно ставить какие угодно расценки. Опа, опа. То есть, знаете, да, если у вас друзья заказывали себе проститутку, то размер у них чуть ниже среднего. Они все равно согласятся. Сколько бы ты ни заработала, тебе будет мало. А теперь давайте посмотрим, что о проститутках говорят те, кто пользуется их услугами. Даже некоторые опытные феи надевают резинку, как шапочку для душа. Хотя прямо на упаковке написано, как правильно. У фей 30+, самый подкладистый характер и лучшие отношения. От 18 до 20... Милфачки. Милфачки. Ты самый скверный. В сложившейся терминологии фея, получающая удовольствие от процесса, называется аналогом, а имитирующая его цифрой. Визит к фее без отзывов называется броском на амбразуру. Идущий к ней именуется матросовым, а сам процесс примеркой бушлата. Хлоргексидин обязательный к наличию в любом уважающем себя заведении. Называется КЖ. От уважительного культовая жидкость. Старые квартиры в центре с трехметровыми потолками часто уделывают стрёмным евроремонтом. Но в некоторых... Здарова. Здарова. Удачного стрима. Не, не, бро, спасибо. Спасибо за донат. ...сохраняют элементы винтажа. Парадоксально, но нормально сосать умеют лишь единицы, хотя, казалось бы, забытое искусство древних с трудом даётся даже профессионалкам. С наездницей дела получше, хотя и здесь многие, насмотревшись порнухи, пытаются отбить вам муде и сломать хуй одним неверным движением. Никто не работает за пачку сигарет с отобранным паспортом. Хорошая фея зарабатывает побольше вас в вашем офисе с бумажками. Салон забирает только процент с оплаченного времени, а деньги за все дополнительные услуги полностью идут в карман феи. Вип-ценники типа 20к час, наёбка для богатых лохов и иностранцев. Серьёзно, никто же не надеется встретить там мифическую пизду поперёк. Поближе к реальности имеет место ценовой сговор феи экономики. От 3 до 4,5к практически везде за почти гарантированно хороший отдых. Найти варианты за 2,5к возможно, но это стремноватые места в ебенях типа Опа, Питер пошёл. Подыбенка. Но и там можно откопать бриллианты, если повезёт. Кроме того, по какой-то причине в этих местах чаще встречается всякая экзотика. Скажем, если вы сегодня хотите африканку, то вам туда. Работать идут не обязательно от плохой жизни. Для многих это разовый буст по деньгам. Быстренько заработать на квартиру, машину и забыть. Деньги вы отдаёте до, а не после. Это называется купить полотенце, потому что после этого вам его выдают и отправляют в душ. Привезите в салон, вы не увидите ни одного мужика. А вот при заказе на дом фею привезёт бандит. Не стоит его пугаться, такая работа. Фотографии в анкетах имеют мало общего с оригиналом. Причём фотошоп зачастую бывает даже не в лучшую сторону. Также феями, очевидно, открыт секрет вечной молодости. Иначе как объяснить тот факт, что возраст в анкетах не меняется по несколько лет? Выбор феи на месте называется кастинг. Это полезно, когда нет фотографий и отзывов. Или когда есть непонятки с наличием под запись. Вы можете уйти с кастинга, если вам не понравился никто. Это нормально, и вы ничего не обязаны. Статья Коап РФ 6.11. Занятие проституцией предписывает штраф от полутора до двух тысяч рублей. Наличие семи или отношений не препятствует работе. Да ладно, всего? Такой маленький штраф? Учитывая, сколько они нам зарабатывают, мне кажется, им вообще пофиг. С эпизодом типа «Погоди, тут мой парень звонит» нужно относиться с пониманием. Полная легализация по утверждению самих фей так же плоха для индустрии, как и криминализация. Декриминализация оптимальнее. Феи, работающие для удовольствия, существуют и высоко ценятся за аналоговость. Сказ о них бережно передаётся юным поколениям. В отличие от красотки, некоторые феи по симпатии всё же могут целоваться. Согласие зависит от вашего ебальника, щетины и перегара. Использование вами Виагры, Левитры, Сиалиса и Допоксетина не считается четом. Даже если вы явно под допингом, об этом тактично умолчат. Около половины фей не пользуются дополнительной смазкой. Хватает своей... У меня были знакомые, которые как-то раз решили попробовать использовать Виагру. Это был Новый год, и я об этом всём слышала только по их рассказам. То есть, ну, это были парочки, с которыми я общалась. Их там было три пары, три пары. И они все втроём решили попробовать на Новый год Виагру. Они все сняли, типа, это... Господи, дом какой-то, не знаю. Вот, и, типа, они все пробовали. И сказали, что лучше бы, типа, они не пробовали. Типа, ну, ни у кого... Никому, вроде как, не понравилось. Ни парням, ни девочкам, типа. Да-да, слышала. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сингерпати... Не-не, это было не сингерпати, просто, типа, ну... Просто кто-то на Новый год, как бы, да, снимает хату и тусит. Понятно, что они там будут не просто друг с другом сначала тусить, а потом они расходятся... Просто потом они расходятся по комнатам, типа. И они все решили попробовать... Езнуть Виагру, вот. Все мы от кого-то слышим, все... Не, ну, думай, что хочешь, мне как бы пофиг, какая мне разница, господи. В общем... Короче, им не понравилось, вот. Так что такое. Если кому-то захочется поэкспериментировать, я думаю, не стоит, чуваки. Вам можно быть отказано в анальном сексе при превышении ограничения по размеру. Не следует расстраиваться, следует гордиться. Наиболее часто используемая в отрасли марка презервативов Дюрекс Классик. Музыкальное сопровождение вашего отдыха почти всегда сводится к выбору между каналом Муз ТВ по ящику и радио колбаса на магнитоле. Поэтому будьте готовы к тому, что потом у вас будет рефлекторно вставать на треки между нами Тает Лед и Аймон Албатрос. Большое спасибо за просмотр. И те, кто работает в этой индустрии или пользуется услугами этой индустрии, оставьте свои комментарии под этим роликом со своими историями. Плюс предлагаю посмотреть видео о домашнем... Прикольно, прикольно. Субтитры сделал DimaTorzok